Накануне из-за обильного снегопада только в Кубанской столице с утра было зафиксировано почти 200 ДТП. К концу дня в некоторых районах края выпала месячная норма осадков. Глава муниципалитетов, где разбушевалась стихия, губернатор поручил перейти на круглосуточный режим работы. Все коммунальные службы должны быть перейдены в экстренный режим. Обращаюсь к главам муниципальных образований. Разворачивайте оперативные штабы, приходите на круглосуточный формат работы. Вы задействуете все резервы, подключаете людей. Напоминаю, что в первую очередь внимание должно быть сосредоточено на обеспечение транспортной доступности к социальным объектам. Это больницы, школы, детские сады. Расчищены должны быть не только дороги, но и тротуары. Об этом тоже прошу не забывать. Особое внимание Ткачев акцентировал на расчистку дорог в Краснодаре. Уже к обеду в городе выпало более 12 миллиметров осадков. Это почти 10-сантиметровая толщина снега. Отдельно хочу обратиться к городу Краснодара. Уже ночью было понятно, что из-за снегопада ситуация утром будет не из легких. Понимаю, что вы сделали все, что могли. Максимальное количество техники было на улицах. Но мы видим, что этого недостаточно. Люди жалуются. По-прежнему жалуются на состояние дорог, тротуаров. Поэтому, обращая ваше внимание, надо не только следить за чисткой центральных улиц, но и периферийных районов, спальных районов, где живет большинство жителей нашей столицы. Поэтому все внимание сосредоточено туда. Тем более, что снег будет идти с такой же интенсивностью не только сегодня, но и завтра до обеда. Поэтому мы уже сегодня привлечем для уборки снега в Краснодар технику из других муниципалитетов, для того, чтобы эту работу проводить более эффективнее. По словам главы города Владимира Явланова, в первую очередь коммунальщики сейчас расчищают дороги для общественного транспорта. Для этого была мобилизована вся специализированная техника. Однако уборка улиц усложняется интенсивным движением автомобилей. Всего привлечено было технике 73 единицы. Она и сейчас работает в городе на доработке всех дорог. По очистке тротуаров привлекалось более тысячи человек, профессиональных работников нашего предприятия по уборке города. И 27 единиц техники на тротуарах. На ночь мы планируем массированную уборку города с привлечением всего количества техники, которая есть. Но в отсутствие снега, безусловно, город будет зачищен полностью. Городские власти также призвали жителей не оставлять свои автомобили на проезжей части. Это затрудняет работу снегоуборочной техники на магистралях. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.